Перефонд «Измени одну жизнь». С вами я, Иолан Токачаева. И мы ждем приемную маму, многодетную приемную маму, Наталью Городискую. Так, вот к нам уже присоединяются слушатели. Сейчас я буду приглашать Наталью. И расскажу, что Наталья, помимо того, что она многодетная приемная мама. Так, сейчас вот Наталья присылает запрос. Иногда некоторые пользователи нечаянно, видимо, нажимают и присылают запрос. И я вижу, что это не Наталья присылает. Ну, я попробую сейчас ее сама пригласить. Наталья, как? Ждем. Вот хочу сказать спасибо всем, кто присоединяется. Наташа, привет. Да, здравствуйте. Слышите меня? Да, слышно, отлично. Отлично выглядишь. Очень такая радостная, веселая, позитивная весенняя. Какая-то свежая такая вся. Можно я немножко секрет про ремонт раскрою? Нет, потому что вчера мы хотели проверить связь, как все работает, и Наташа сказала, что там ремонт, и я думаю, ну, сейчас там все, человек в бумажной шапочке с кисточкой. Нет, я даже не в шапочке, у нас дома просто бригада строителей сейчас, да, а в условиях, когда мы живем там с детьми, вы представляете, когда мы кочуем из комнаты в комнату, это, конечно, еще тот квест, да. В общем, так достаточно сложно, но все-таки ничего, успевает. Ну, это здорово. Потом будет красиво и всем радостно, и очень удобно, и только можно вспоминать, как все это было. Вот, ну, я еще раз тебе представлю, и хотела тебя лично попросить немножко рассказать о семье, потому что я знаю, что семья многодетная, и сколько вообще можно говорить детей у тебя всех, и сколько живет сейчас с вами и в доме, и кто уже, может быть, в самостоятельную жизнь ушел, живет отдельно. Ну да, с нами сейчас девять детей живут, из них двое наших кровных детей, двое усыновленных, остальные дети приемные, вот, в том числе и дети с особенностями развития. Я когда-то, несколько лет назад, я вела как раз на, вот, как раз на сайте фонда «Измени одну жизнь» блоги свои. Да. И свой блог, да, и там как раз я писала про мальчика с синдромом Дауна, Ваня, он уже стал подростком у нас, такой взрослый достаточно парень. Здорово, здорово. Вот, ну и про других детей тоже, есть много видео и статьи тоже про нашу семью. А так, еще у нас есть старшие дети, они уже выросли и стали самостоятельными. Их шесть, да, за такие взрослые. Пятнадцать, получается, да, правильно? Да, двое из них, сыновья старшие, служат в армии, вот, как раз один из них сегодня к нашему пробному эфиру присоединялся, не знаю, служат ли сейчас. Вот, еще тоже сын служит. Вот, девчонки тоже самостоятельные, а у самой старшей девочки уже трое своих детей, то есть она сама замужем. Да, да, поэтому у нас такая семья большая, к сожалению, мы очень редко собираемся вместе, потому что мы живем в разных регионах. Вот, и, ну вот, когда какие-то праздники, сын приезжает, один сын старший с нами проживает, тоже недалеко, не с нами конкретно, но в нашем же селе, можно сказать, да? Вот, ну а так с нами девять детей, и это такая история, ну, несложная, когда все говорят, ой, как вам тяжело, да как вы вообще, все вообще, это же так трудно. Вот, вот не трудно, когда ты в этом уже там 12 лет, то есть у нас стаж приемной семьи достаточно большой, и большой опыт организации как раз и быта, организации тут в общении с детьми, да, вот этих всех поездок, переездов, каких-то вот, да, перестановок, уроков, готовки, вот, прогулок. Мы уже настолько привыкли, и еще самое интересное, что я уже по своему опыту знаю, что тяжело, когда один ребенок. Вот, и многие говорят, как вот мы с одним не справляемся, а вот самые сложные истории, когда один ребенок, потому что он полностью на родителях, да, и родители, у них повышенное чувство тревожности, они там, я помню, у меня, когда первая дочь родилась наша старшая, у нас еще не было приемных детей, ну, здесь, конечно, да, вот эту вот историю все знают, когда мама ночью посыпается, слушает дыхание ребенка, да, мы такие все испуганные. А потом, чем больше детей, тем проще. Это, во-первых, проще нам, родителям, то есть уже так чувство тревожности, оно снижается. И еще очень большой плюс в том, что они начинают занимать друг друга, то есть они самодостаточные. Вот у меня девчонки старшие, допустим, и комната, где у нас была свободна от ремонта, да, уже она более-менее отремонтирована, они взяли настольные игры, вот такие взрослые, я с ними в одну игру, да, поиграла-то, сидела, да, то есть они сами себя занимают. Малыши там пришли из садика, они знают там, ну, у них тоже есть там и телевизор, и все там в комнате есть, возможность там порисовать, почитать и так далее. Они начинают во что-то играть сами, да, или ставят какие-то там спектакли, что-то придумывают, мама, мы тебе рисуем подарок. То есть нет такого, что вот я как надсмотрщик стою и говорю, так, вот вы сейчас сидите, сидите, делайте вот это. Скорее надо, вот, мам, а можно мы там порисуем, где раскраски? Хоп, я им там освобождаю стол, в гостиной всех отражаю, да, то есть они уже, так, мы вот здесь, мам, мы здесь закончили. Нет уже вот такого, когда ты сама пытаешься организовать что-то и думаешь, так, значит, у нас суббота, мы в 9 утра вот это, в 10 утра вот у нас такое-то рассмотрение. Оно само по себе выстраивается все. Конечно, мы же планируем заранее, да, но дети, они очень как-то сами себя занимают, это здорово. И у меня освобождается больше времени там и для себя, и как-то нет вот такого вот страха там, что я не смогу с ними там как-то позаниматься или там есть ещё какие-то другие дела. И они к этому нормально относятся абсолютно. Я могу с ними рядом сидеть. Допустим, если есть когда-то даже срочная работа, я удалённо работаю. Мы вместе взаимодействуем, то есть и мамы с компьютером, это ничего страшного, да, и дети здесь сидят своими раскрасками. Вот либо они все вместе гуляют и строят там какие-то там снежные бабы, я смотрю на них и сама к ним хожу, у нас в том, что дома, конечно, есть возможность ещё и гулять постоянно. Это очень здорово, когда в большой семье есть такой большой семье дом, потому что вот, допустим, у нас у детей целый этаж свой. И, конечно, они там могут, и у нас есть время в свободе, в тишине, когда они там у себя, они сами себя занимают, играют и так далее. И как бы и дети, они знают, что вот здесь вот мы там рисуем, здесь у нас есть наша гостиная с телевизором и мультики, там у мамы с кротом посмотрим, да. То есть здесь как-то вот мы бы так организовали свой, что нет сложностей. Но они были изначально, я же не буду рассказывать с 13-го числа. Ну да. Наташа, а вот когда ты вообще, вы брали первого ребёнка в семью, так понимаю, это была дочка, да, старшая? Там вообще очень интересная история случилась. Я же, да, я вот когда у нас дочка родилась скромная, потом родился сын, вот, и тут мы переехали в дом, уже ещё в пензии, и у меня было дикое желание взять ребёнка приёмного. Но у меня вообще оно было очень давно, с детства, да, там у меня просто друзей забрали в детский дом, неблагополучная семья, и, в общем, их забрали, брата и сестру. И вот с тех пор у меня лет, наверное, там, сколько у меня было, 7, 8, 10, у меня вот какое-то внутри вот такое чувство, что вот надо помогать, вот именно этим детям надо помогать. И я с детства очень сильно любила детей, то есть все мамочки с колясками во дворе, они были мои знакомые. Я с колясками, знаете, раньше вот наше пионерское советское детство, я рядом ходила, всего спрашивала, мамочка гуляет там по квадрату, да, вот, и я рядом стою. Я знала имена всех детей, вот как-то любила я это очень с детства. Вот, и потом уже, когда выросла, вот двое своих детей появилось, дом есть, и вот это желание помогать, а у меня тогда свой бизнес был небольшой, тоже муж там прекрасно работал, всё хорошо, это ещё докризисные времена были. Вот, и вышла как-то на детский дом наш вот пензенский и спросила, чем помочь. Но я туда дошла с желанием найти маленькую крошку трёхлетнюю, а встретила свою взрослую, вот ей было 16 лет, Иринку, и мы с ней настолько душевно породнились, да, то есть она, это просто чудо вообще человек, вот реально. И сколько лет вот мы уже знакомы, да, всё это время, конечно, сейчас на расстоянии, давно не виделись в связи с пандемией. Вот у неё родилась дочка, которую я ни разу ещё не видела, собираюсь в пензу поехать, только ей уже год. Ну вот тут, знаете, какие обстоятельства. В одно-то, в другое ещё пандемия, да. А это уже треть у них ребёнок, у них два мальчика и девочка. Вот, и мы тогда познакомились, и где-то год мы просто в гости её приглашали. То есть тогда не было вот этого вот гостевой режим, да, это было много лет назад. А нам разрешали, например, приехать в субботу, написать заявление утром, а вечером я обязана была её привезти. И на следующий день я могла в воскресенье написать заявление и вот вечером её привезти. И я её брала там по своим каким-то делам, да, там брала, у нас был там клуб позитивного общения ещё тогда психологический, туда возила, да, к каким-то друзьям. Мы с ней ездили по магазинам, я помню, что в косметику попали, ну вот такие вот женские какие-то штуки. Вот, и потом я пригласила уже домой, и дети её настолько полюбили, ну вот у меня сыну было 8 месяцев она к нам первый раз приехала домой, а сейчас ему 13 лет, да, поэтому общаемся, и она очень светлая, вот настолько она светлая, добрая, вот такая, вот наша. И вот ей 18 лет, когда я исполнилась, ну понятно, что ей идти-то куда? Всё, жилья ещё нет. И мы её завалили тогда к себе, то есть она как бы считается, и она нас называет мамой-папой, но она никогда не была нашей официальной приёмной дочкой, да, то есть она вот... Да, но всё равно и мама, и папа, и мамуля, и папа. Конечно, конечно. И свадьба, и УЗИ, и вот беременность, и роддом, дважды вот мы с ней вместе это всё проходили, и мы стали очень родными людьми, по-настоящему. Хотя вот опять же никаких официальных у нас там договоров, отношений. Да. А есть у неё кровные родственники с ней общаются, нет? Да, да, там история была, но вот мама у неё умерла недавно, да, но вот, ну, когда нашли кровных родственников, она нашла сама, и крёстная, да, есть, конечно, да, она общается, но, я так понимаю, что, ну, не очень близко, но всё-таки, да, ну вот с крёстной очень близко общаются, она вообще очень добрая девчонка, она вот, у неё очень много друзей, родственники, мужа, то есть большая семья. Но с Антасией, что всё-таки родители, это вы для неё, да, что, несмотря на... Нет, могу так сказать, мы не родители. Вы знаете, вот когда подростки в семью приходят, у которых есть родители, надо себе в этом отчёт давать и понимать, что у тебя подросток на шею с криком «мама» не бросится, да, зачастую. И ко мне тоже обращаются родители иногда, говорят, ну, пожалуйста, ну, объясни, ну, вот как, вот у меня 13-летняя дочь, я же забираю, а у меня пазл не складывается в голове, ну, у неё есть молодая мама, она с ней общается, а как вот я ей могу, вот как? То есть вот у меня никак я не могу вот это в голове своё объяснить. Я начинаю объяснять. Вот смотрите, когда мы в семью подростка берём, мы им больше наставники, да, я вот ей была изначально как старшая сестра. Она называла... Да, мама, папа, она нас начала называть уже, наверное, после совершенно... Вот когда она уже, наверное, от нас уже ушла, вот так, да, вот эти какие-то родственные чувства, а так она нас называла по имени, мы относились к этому. Конечно, совершенно спокойно, у нас с ней 14 лет разница. И поэтому, конечно, я так понимала, что я ей не мама, и хорошо у меня относилась к истории с поиском моих кровных родственников, ну, это вообще нормально. Так что мои дети-подростки, которые потом пришли в семью уже после Ирины, у всех были родители. И поэтому вот так навязывать им вот это своё материнство, мне кажется, я не имею на это права. Если они выберут это, я не против, да? Но мы родные люди, это однозначно, мы одна семья. А уж как тут внутри это всё, мама, папа, Наташа, Слава, да, там, тут уже как они выберут. И вот самое интересное, что потом как раз вот Ирина с нами прожила какое-то время, потом получила жильё, и вот у неё случилась там встреча с будущим мужем, да. А к нам как раз вот в это время пришла наша младшая девочка, которую я так долго искала, трёхлетняя, красивая, глубоглазая. У нас как раз на сайте фонда есть описание этой истории вообще в подробностях, да, там это, ну, и про Анастю, вот. И как раз вот это был тот ребёнок, она тоже ей сейчас 14 лет, это уже девушка метр 75 ростом, подсоченная, красивая, невозможная фигура просто вот, ну, да, это был тогда маленький пухляш, вот эти вот пухляшки, глубые глазки. И я так хотела, так искала, у меня было двое детей, Ирина как раз с нами тогда жила ещё, да. И там пришла Настя, и вот Настя нам, конечно, дала понять, что такое вообще там адаптация, там, да, вот эти травмы, депривация ребёнка, как он это переживает, и вообще там трудное поведение, и всё, что можно. Вот, вот знаете, вот самые, когда рассказывают такие истории, всё было, да, всё было. Серьёзно, у нас было всё. Я с ней прошла вообще через абсолютно вот такие моменты. Я начала вообще глотать эти книги, вот тогда их было мало, да, там к вам пришёл приёмный ребёнок, в интернете что-то, искать какие-то организации. Тогда у меня появилось там желание создать сообщество, потому что, ну, куда, мне плохо, я не знаю, что делать. Я не мама, я чудовище, я не знаю, как справиться с трёхлетним ребёнком, потому что мои дети в кровной, они настолько спокойные, они умертворённые, спокойные, как-то сговорчивые, то есть у меня вообще с ними проблем не было. А здесь было всё. Такой вот фирм. Ты такой улыбкой сейчас рассказываешь, как будто, ну, как будто пересказываешь какой-то фильм. То есть это у тебя в крови, я понимаю. А это было очень давно, это было 10 лет назад. Ещё не было ни ШПР тогда, не было никаких книг, никаких семинаров, ничего не было. Вообще ничего. И я обращалась тогда вот к любая возможность где-то, да, чтобы мне кто-то хотя бы что-то подсказал. Уже тогда мы с Яной Лёновой общались, я помню. Как раз мы с ней встретились на одном из, у Людмилы Петрановской в Москве. Я начала же учиться везде и сразу. Моё педагогическое образование недостаточно вообще. В общем, я начала вот хватать эти знания, давайте меня учите, я должна знать, ну почему так. Вот мне казалось, что я вообще знаю всё про детей. И сколько я их выненчила. И вообще у меня отношения с детьми всегда прекрасно складываются. А здесь вот, ну никак. Ну вообще никак. Но всё равно мы это пережили, да. Всё равно здесь, я могу сказать, что это была моя работа над собой, очень серьёзная и в течение долгих лет. И, конечно, ребёнок, ну достаточно на стюк, у нас вообще с характером девочка, естественно. И была потом история, когда папа кровный забирал её у нас из семьи, когда исполнилось пять с половиной лет. Это тоже было очень серьёзно, очень сложно. Через год я её забрала назад. Как раз вот в это время приезжала к нам Яна, у нас уже были подростки приёмные, и снимала первый фильм про нашу семью. Вот тогда Настя была в кровной семье. И вот через год мы её забрали, там папа не справился, в общем, такая история была. И, конечно, девочка, ну получила, ну как сказать, она очень серьёзно травмирована, потому что вот эти перемещения на ребёнке сказываются в геотин. Но тем не менее у нас хорошо, она учится, ну ругаемся, миримся, ну это вообще нормально. То есть она подросток, и, конечно, сейчас подростковые всякие вот эти взбрыки у неё там есть. Но мне после моих пятерых подростков, которые были и пришли к нам в семью в течение года, в возрасте от 12 до 16, мне эти взбрыки, честно, уже как орешки. Уже как-то вот обращать на это внимание, и да, вот этот вот такой, знаете, я называю это здоровый пофигизм, которым меня научили, да, вот этот синдром отличницы, он вообще просто ушёл далеко, слава Богу, и надолго. И вот это очень помогает жить и общаться с детьми. То есть не надо накручивать и думать, что вот ой, то, что произошло, это всё, это трагедия, да, вселенского масштаба, и всё из-за этого там портится отношение с ребёнком, как-то там, я не знаю, вот устраивать из этого какую-то трагедию бешеную. Нет, наоборот, надо ко всему относиться легче. Вот чем легче... Всё, да? Ты вот содержишься, что это была помощь тебе. Да, и учёба это касается, вот наши взаимоотношения. Простите меня, бардака в комнате периодически у подростка, да? Как же мы иногда возводим это в рамк какой-то дикой проблемы? Зачем? Мы знаем, что... Вспоминайте себя, я всегда говорю, слушайте, вот вспомните себя в этом возрасте. Ой! Я не знаю, как я была. Вообще, какая я была. Нет, я всегда хорошо училась, да, у меня там много друзей, всегда там я что-то и подрабатывала, и какая-то была очень активная. Но вот тоже и компании были у нас, да, и что-то мы подходили, от родителей что-то скрывали, да, вот вспоминайте себя. Как правило, иногда часто вот с приёмной мамой мамы обсуждают, они говорят, ой, я такая была оторвая, так вспоминай об этом. Что ты от ребёнка требуешь вот этого беспрекословного, там, подчинения, исполнения всех там твоих, вот, да, там вот, я тоже, я тоже мама строгая. Это не значит, что у меня дома полная демократия. Нет, абсолютно нет. У нас есть просто правила, да, некоторые, всё. Вот есть правила, согласно которым мы живём. Это важно. И я детей изначально к ним приучаю, потому что без этого семья вообще, ну, она не выстроится. Это сложно, когда семья большая и нет никаких правил и границ. Ну, что это такое будет, да, ребёнок сам себя предоставлен, и он делает, что хочет. Нет, ему самому сложно, особенно нашим детям, травмированным детям системы, им вообще нужно выстраивать чёткий график. Особенно ребёнок, когда приходит в семью, я в филеерархии была, да, на стажировке, там вообще рассказывали, вот если к вам приходит ребёнок, ну, например, в возрасте там, ну, когда он уже соображает, там 6 лет и старше, вот сделайте просто хорошее дело, нарисуйте ему, нарисуйте распорядок дня. Встал там, кроватка, ну, там сон лёг, утро, там солнышко, там одежда, одеваемся, там умываемся, там завтракаем, да, рисуйте, я этого не знала, да, просто дети, они иногда им тревожны, что будет завтра. И вот когда у них перед глазами есть рисуночек, это очень здорово, потому что он видит, что будет, он знает, что будет. И вот эта тревога у него, которая в момент адаптации, она очень сильная внутри, да, почему и трудно, вот трудно нам с ребёнком, она вот так у него, так потихонечку, потихонечку, ему легче, 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 он вписывается вот в этот распорядок жизни. Вот это очень важно. Но, к сожалению, многих знаний тогда не хватало, то сейчас мы уже можем делиться с родителями, а тогда вот всё, вот мы сами методом проб и ошибок, я, конечно, наворотила тогда вообще много, я требовала, я ногами стучала, я подростков своих выстраивала, да, то они меня, то я их. И вот так вот мы, но потихоньку, потихоньку, да, мы выстроили всё-таки эту тему. Вот сейчас, наверное, легко, потому что мы как-то уже вот, ну, по накатанной идём, и есть трудности. Я не говорю, что нет. И это неправда, если будут рассказывать, что совершенно никаких трудностей нет. В любой семье, где есть дети, есть некоторые сложности. Это нормально абсолютно. Ребёнок должен переживать кризисы, это тоже очень хорошо. Нам тяжело родителям. Нам тяжело. А, как он хлопает дверь, он там грубит иногда, да, там кто мне жалует, кто же родители. Я как-то выстроила с детьми отношения, слава богу, у нас такого нет, но может быть, потому что они росли вот в этой вот, большой компании, когда дети старшие позволяли себе грубость, и моим мелким это не нравилось, да, они как-то за маму всегда вот, ну, и они сейчас уже с этим выросли, у нас нет такого, что там нахамил, нагрубил, но тем не менее, да, мамы обращаются. Я говорю, вы знаете, это нормально. То есть ребёнок переживает, да, я тоже хлопала дверьми, я была единственным ребёнком в семье, а наши родители тогда, они вообще, какое там воспитание, какое взаимодействие, я вот ушёл на работу в восемь, я пришёл в восемь, да, я помню, я с школы в три лет приходила сама, я там себе, у нас не было микроволновок тогда, да, я детям когда рассказываю про наш быт, они просто в шоке. Я там помню, я резалась, и вот у меня там отварная картошка, там масло подсолнечное, что-то вот мы сами, я что-то сама себе там делала, я одна дома была, но ничего, я учила уроки, папа мне писал задание, что-то по дому сделать, вот тогда ещё у меня папа, я что-то делала, и я была свободна, могла там гулять, там с друзьями общаться, то есть мы вот с такого раннего возраста были предоставлены, в принципе, сами себе. Это сейчас мы, знаете, как коршуны над детьми такие, ещё сложность удалённо работать, это же вообще кайф, да, я детей наблюдаю, а между прочим, бедные дети. Я помню, как мне, я любила быть одна, это здорово, я не работала, особенно в подростковом возрасте, поэтому важно, чтобы у ребёнка было вот это его личное пространство, чтобы он мог дверь закрыть и побыть сам с собой. Мы это тоже любили, и они это любят, и вот это наш постоянный надзор, это тяжело, и очень часто дети взбрыкивают из-за этого, да, это мама. Да, Наташа, я ещё вот хочу тоже напомнить, во-первых, ты сейчас очень важную вещь проговорила для тех, кто не знает, что вот ты говоришь, я была одна в семье, да, ребёнок, и теперь вот ты мама 15 детей, такой большой достаточно, ну, очень большой семьи. Я не думаю, что если есть кто-то, у кого больше детей, могут написать сейчас в комментариях, ну, вдруг, вот, но мне кажется, вряд ли. Я думаю, что есть, у меня есть друзья, у которых, у которых сейчас мы в профиле, есть больше, да, есть больше, есть больше 20, дело даже не в количестве, а дело в том, что когда ты стала понимать, что ты можешь брать ещё, вот когда ты почувствовала, вот ты говоришь, что взяла, когда малышку, и у вас пошла тяжёлая такая адаптация, а когда вот, и ты начала учиться, и искать знания, искать таких же приёмных родителей, чтобы общаться, а когда ты почувствовала, что можешь ещё взять ребёнка, что ты понимаешь, как что ты уже не боишься, тебе не страшно, это как раз вот, да, это в тот момент произошло, когда у нас забрали Настю, вот эти два с половиной года, которые были, была она у нас в семье, они были очень сложные, я вообще не думала о том, что будут ещё дети, то есть, ну, трое детей достаточно, да, то есть, у меня как раз дочь, вот Настя получилась серединочка, ну, и сын, то есть, две доченьки у нас, и сын, всё, достаточно, трое детей, и всё, как бы всё, ларчик полон, уже можно остановиться, но когда у нас забрали Настю, это была какая-то такая тоска вообще, с ней было очень шумно, она вообще такая вот, да, а мои дети очень такие спокойные, и мы заскучали реально, и тогда как раз я нашла благотворительную организацию, благоуясь в нашем городе, в Пензе, и постучалась, и говорю, ребята, я вот хочу там что-то ещё, а я знала, что у них есть социальные проекты, они работают с подростками, из в детском доме, они их вывозят там, как бы в разные там лагеря, в смены, а у меня вообще, я педагог, при рождении Макаренко, вообще обожала, просто в медуниверситете, и я говорю, слушайте, возьмите меня тоже, и вот мы начали взаимодействовать и общаться, и как раз тогда я начала присматриваться к подросткам, и вот так произошло, что подростка мы взяли на гостевой, вот как раз Насти у нас не было, и вместе в проект ездили, у него оказалась сестра, родная девочка, умница вообще, невозможная, а он такой хулиганистый мальчишка, но он так хотел в семью, вот ему 12 лет был, 13 у нас исполнилось, мы его взяли на всё лето, вот тогда уже был возможен гостевой режим, и мы его взяли прямо на месяц, потом он продлевается, но мы взяли его как бы в гости, но с намерением оставить нас совсем, потому что я не представляла, как я вот возьму ребёнка, а потом я раз его отвезу обратно, хотя у нас не было опыта общения с подростками, но вот Ирину я не считаю, это вообще удивительный человек, правда, и она в принципе к нам, ну 16, 17, 18, уже вот такой сформирователь, если можно сказать, человек взрослый, да, и она вообще такая очень мудрая по жизни, рассудительная, ну вообще такая другая немножко, а вот мальчишки хулиганы были, там детский дом от них вешался, и нам, конечно, рады, его вручили, сказали, возьмите, а вот сестра у неё такая прекрасная, она у нас во всех конкурсах участвует, вот мы ещё как-то вот не знаем, мы говорим, послушайте, ну есть закон, да, то есть брат и сестра вместе, но она приехала, она была как раз в лагере в это время, когда Тёма была у нас, и она приехала к нам, ей всё понравилось, она сказала, всё после лагеря, я тоже приеду, мы тоже оформляли гостевую, а потом уже на них опеку оформили, вот, и поначалу всё было прекрасно вообще, просто прекрасно, правда, ну, вы знаете, этот пепет месяц там, так помогал по дому, он такой мальчишка, он ещё очень добрый, отзывчивый, он и сейчас такой на самом деле, вот, но хулиганство, в нём вот этого вообще чёртика с табакерки, то есть не знаешь, что он вытворит, это началось там через некоторое время, дальше там про учёбу, ничего не буду говорить, там всё было сложно, но мне повезло, потому что учителя пошли навстречу, он пошёл в ту гимназию, меня очень хорошо знали, и дополнительно предложили с ним заниматься, а дальше уже, вот у его сестры, у Юльки, у неё остался в детском доме друг, с которым она часами по телефону говорила, и плакала, Наташ, давай возьмём, да, вот, кстати, она меня всегда называла по имени, и я не настаивала, вот, Тёма сразу маму, да, папу, у неё как-то легко, а Юлька нет, ну, там история была связана с мамой, не очень такая, да, и я уже не настаивала, как бы, так она выбрала, хорошо и прекрасно, да, вот, и дальше, ну, знаете, это была такая интересная штука, когда она писала эссе в гимназии, там, и попросили написать эссе, а женщина, которой я восхищаюсь, можно было написать про актрису, можно было написать про, какие, там, я не знаю, любимого певицу, она написала про меня, я так расплакала, вспомнила, ой, как приятно, как приятно, да, ну, я тогда уже занималась тоже общественной деятельностью, я была там председателем, там, двух советов, одного при губернаторе, там, и при главе города, там, да, женсовет там был у нас, и совет по вопросам семьи, но мне было, конечно, безумно приятно, вообще даже не ожидала, но вот, конечно, да, и вот мы этого вдруг ее забрали тоже, потому что, ну, как так мальчишка, а, там еще была история, когда закрывался детский дом, вот это как раз это было после 12-го года, закон Зимы Яковлева, закрываем детские дома, детей распределяем по семьям, и мы как волонтеры просто стали быстро, вот реально, просто вот в экстренном порядке искать с нашим подростком семьи, потому что мы их знали, и брать их в семьи себе, потому что, ну, как, куда, вот за 200 километров их увозят в детский дом дурацкий, который вообще вот просто отстойный, в селе, да, у них там одно училище там какое-то, где у них вообще никакого будущего, и мы их начали, ну, оставить хотя бы в городе, в семье, да, и вот у нас тогда как раз вот пришел Серега, и еще Ваня с Машей, потом тоже брат и сестра, вот, но тем уже 14-16 лет было. Наташа, это низкий поклон просто вам всем, кто тогда вот просто, ну, решал эти судьбы детей. вы помогали. не знаю, насчет поклона, это было очень, знаете, это был, это был такой вообще серьезный ужас, 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 я помню, наверное, год следующий. И у меня подруга, она тоже брала этих детей в семью, она троих, или четверо подростков к ней пришли тоже в это время, и вот у нас был бесконечный телефон, да, так, 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 подержи меня, пожалуйста, вот сегодня у меня просто, я не знаю, я не могу, я не справляюсь, что они творят, в следующий день, значит, она мне звонит, и вот мы с тобой, горячий телефон поддержки просто вот, и потом мы глупо организовали, это с кафе приемных семей, чтобы всех вот, и те, кто взяли подростков в другие семьи, и просто приемные семьи, чтобы они могли приходить, и вот мы вот в таком вот порядке, за чашкой чая, мы вот это все обсуждали, было очень. Как у вас был человек, который вот тогда как-то включились в то, что детей надо забрать в семьи, а сколько было примерно? Ой, я не могу сказать, но мне кажется, семей 10 точно, да, вот которые... А дальше там уже, там детей же вообще просто, ну, практически раздавали, и очень многих тогда просто раздали в семье, да, просто за подростков переживали, малышей-то быстро разобрали, я даже не знаю, сколько их ушло, а вот подростки, их достаточно мало брали, и я могу сказать, что вот всех тех, вот тех, которых брали, у них так же жизнь-то сложилась более-менее, да, хорошо, ну, как-то они там, и поступили там, да, может быть, не закончили они колледжи, но все-таки... Они поддерживают отношения со своими семьями, что очень важно. А есть истории, я знаю еще, судьбу ребят, которые там остались, и с ними общаются мои дети. Все грустно, правда. Грустно, да. Не все взяли, не все хотели, так они говорили, и когда я спрашивала, почему не хотите, я видела, что это страх, страх не соответствовать, боялись, просто боялись. Да, ну, вот это, к сожалению, было такое. Вот, поэтому, конечно, эти пятеро детей, они очень-очень перевернули нашу жизнь, вообще, на голову все поставили, они научили нас выстраивать вообще, вот всю, вот мы организовывали все, вот с утра до вечера, да, я занималась только организацией нашего, нашей жизнедеятельности совместной, и поэтому, конечно, опыт у меня в этом колоссальный, и пригодилась моя менеджерская работа, я после университета работала очень долго, ну, тогда педагоги как раз устраивались, в такое время было, нужно было работать, и я устраивалась в торговой организации, была там начальником отдела в продаж, да, то есть мне нужно было руководить людьми, выстраивать все это, и поэтому, конечно, пригодилась вот эта управленческая, управленческие навыки, работать в команде, то же самое, да, вот, и как-то вот эти вот наши, наши все вот эти круглые столы, когда мы проводились с детьми, мы сидели там, общались, обсуждали, это тоже вошло в привычку, это важно, кстати, мы научились проговаривать все, не держать, вы знаете, когда ты там затаил, там, обиду ребенка, и вот ты ходишь, не разговариваешь, все, игноришь, и, ну, кому от этого лучше, да, то есть, ну, кому, ну, что, ну, какую проблему ты решаешь, изначально я так и поступала тоже, обижалась, не разговаривала, а потом все, потом меня научили, да, вот когда я ездила как раз на специальные вот эти конференции по подросткам, очень вот рассказывали много, и рассказывали как раз, очень классно было, когда выросшие уже люди с опытом жизни в системе приемной семьи, это тоже очень многое в сознании меняет, в нашем сознании, они рассказывают, как они жили, что они чувствовали вообще, и мы родители, очень часто нам кажется, что ребенок пришел, и он счастлив уже априори, потому что он пришел в семью, и все чистый лист, его прошлое, это чистый лист, и мы не хотим его знать, его социальную историю нам вообще знать не обязательно, а зачем? Мы ему дали счастье, мы дали ему семью, боже, все, он счастлив, какое трудное поведение, он теперь вообще должен быть другим, и это касается очень многих родителей, кстати, вот я, когда спрашиваю, говорят, что даже маленький ребенок, все, у него есть родители, он счастлив, всегда, всегда у этого ребенка, в нем внутри будет жить боль, потери, и нужно с этим, нужно нам понимать, что приемная семья, это реабилитация больше всего, что мы берем детей для того, чтобы помогать, это самое главное, и поэтому вот эти все игноры, неразговаривания, да, особенно очень люблю, когда пишут в соцсетях, я часто об этом говорю, с нашим приемно-райдерским сообществом, у меня же целая организация теперь, всероссийская, мы тоже это обсуждали, когда пишут негативно о детях в соцсетях, и это неправильно, да, все-таки нужно быть очень корректными, потому что, особенно с фотографиями, да, когда это все вываливается, ребенок растет, вы знаете, есть история, когда ребенок где-то за границей выиграл суд фостерной мамы за то, что много информации негативной они размещали в соцсетях, и между прочим, это как бы, ну вот такая практика есть, и не надо, это очень, ну как бы, мне кажется, унизительно для ребенка, а прежде всего, уважение, честь и достоинство, да, вообще достоинство даже самого маленького ребенка, ему нужно видеть личность, вот если вы в двухлетнем ребенке увидите личность, вы взяли в семью, это уже личность, пусть он там маленький, совсем сопливый, да, это важно, не только подросток, но и маленький ребенок, и вот когда вы уважаете его выбор, когда вы даете ему какой-то выбор, и когда вы говорите, если тебе плохо, ты упал, я тебя пожалею, да, пожалею я тебя, и не плачу, и тебе говорю, ой, ну вот подумаешь, там, нет, мама для чего нужна, она должна жалеть, да, и у ребенка начинает формироваться, вот он уже знает, что есть человек, который его жалеет, это важно, поэтому никаких игноров, никаких неразговариваний, да, это вообще ни в коем случае, и мама, у меня тоже родители мои, у нас совершенно разный подход к воспитанию, у меня родители, хотя я была очень своенравным ребенком, мне мама говорит, мы тебя пытались в угол ставить, там, ты вообще в угол не ставила, да, то есть ты разворачивался в отдел, но меня никогда не наказывали, то есть вот я вот росла, может быть, это прекрасно, что как бы я такая свободная в этом плане росла, да, но все равно у меня папа достаточно авторитарные, отношения были сложные, я тоже там и на курсы ходила, кстати, прорабатывала я все это в себе, вот до принятия детей, мне очень повезло, что у нас был клуб позитивного общения, куда мы приглашали психологов, мы мамочки такие были, ну, там, просто мамский клуб, мы еще не приемные, конечно, были, там всякие мамы, вот, и у нас было много разных психологов, в том числе, там я знала, что у меня есть какая-то обида, может быть, да, внутри меня, вот на то, что там достаточно папа у меня такой строгий был со мной, да, и вот он всегда мне тоже потом говорил, ты чего сюсюкаешь с детьми, вот это вот, не надо, надо строго с ними, надо их вот так вот, не надо их жалеть, а я не могу, я говорю, я хочу по-другому, и мне очень нравилось, когда с моими подругами папа там брал на колени, говорит, там как-то вот, у нас это не было принято, вот какие-то вот там совсем вот какие-то вот там, да, объятия, и вот я как раз вот проработала это в себе, и очень здорово, потому что, как нам говорят, мы несем очень часто в себе вот то, что в нас заложили, а у нас в семье очень принято обниматься, у нас обнимаются дети перед тем, как лечь спать, это у нас, знаете, такая традиция, очень гости тоже все время так порожать, они по кругу обходят всем, да, там маму, папу, бабушку, там старших, спокойно очень, спокойной ночи, да, то есть обнимаются, это важно очень, это вот детей надо обнимать, потому что, ну, ребенок, вот я говорю, упал в жильете там, потому что, ну, для него это важно, и вот я вижу, даже у детей адаптация легче проходит, когда мы, например, вот выключаем это в себе, вот этого строгого родителя, и там, ох, вот я сейчас ей разрешу, а завтра все, завтра капец будет, да, там, и завтра она мне на шею сядет, вот я ей сейчас разрешу со мной в кровати поспать, да, а завтра она, да вылезет она из вашей кровати, вы видели подростка, который с мамой в кровати, да никогда в жизни, да, дайте вы ему поспать с мамой в кровати столько, сколько ему надо, ну, конечно, это сложно, когда у вас восемь детей, все с вами не залезут в кровать, кто-то все-таки не пойдет, я думаю, да, но если один-два ребенка, там, да, вы все-таки вот дайте им это тепло, это очень важно, да, Наташа, какие вещи, вещи сейчас говоришь, мне кажется, что все, кто сейчас слушает эфиры, будут потом записи слушать, и это обязательно возьмут на заметку, потому что такие, казалось бы, они мелочи, да, но это такие мелочи, которые вот в жизни, они потом дают о себе знать, ну, выстраивают нас, как-то, те самые кирпичики, которые нам нужны потом, да, когда мы растем, а потом вырастаем, и опять же заводим своих уже детей, и даем то, о чем ты и говоришь, вот, я хотела еще напомнить, да, потому что мы тебе представили, вначале я сказала, многодетная приемная мама, ну, конечно же, надо сказать, что председатель союза приемных семей, усыновители, попечители всей России, в общем-то, Наташа, такая серьезная должность, и когда мы тут про 15 детей говорим, и про тайм-менеджмент, а тут вообще вся страна, и все приемные родители, опекуны, попечители, все, кто берет детей в семью, все могут, понимать, что есть такая организация, что есть куда обратиться, что, вот, как ты говоришь, позвонили и сказали, вот, мне плохо, а кому позвонить, кому сказать, одно дело, что ты там с соседкой, а у нее может быть неприемные дети, у нее кровные, она тебя, ну, как пожалеет, но она тебе может не понять, она не может тебе посоветовать, что тоже тебе поможет сейчас, вот, и такие объединения, как раз вот, когда ты начинала, создавала это объединение, то есть ты как раз и создавала то большое, такое огромное, Такое какое-то сообщество, то сообщество, которое друг друга видит, понимает и чувствует и поддерживает. И это очень видно в соцсетях, когда приемные родители друг друга поддерживают. Это очень здорово на самом деле, когда люди говорят на одном языке, что дети травмированы, что мы им помогаем, что мы их уважаем, что мы их принимаем как личности. И отпадают эти вопросы, да, что это за дети, чего-то такого, в общем-то, ну, ребенок, как часто бывает среди обывателей, да, ну, взяли ребенка, он какой-то непослушный. Ну, вот и все-то в этом роде. То есть те мифы, которые создаются вокруг приемных семей, эти сообщества развеивают. Потому что когда ты видишь уже состоявшегося приемного родителей, который может не просто советовать, а может уже обучать, да, потому что он с таким опытом и с такими знаниями, вот как ты, что не надо для этого какую-то бумажку показывать, там, сертификат, а просто сказать, у меня 15 детей. А сколько уже самостоятельно живут отдельно, у них семьи, это вот показатель того, сертификату, да, что вот получилось же, работает же. Здесь, да, вот тоже, когда говорят об опыте, я все-таки тоже считаю, что я не могу сказать, что вот все дети у нас вот все так прекрасно. У меня девчонки, например, выросли, да, они вообще, мы общаемся крайне редко, они были в семье там всего 2-3 года. И получается, что у них есть скромные родственники, у них сейчас прекрасная складывается личная жизнь, да, там, и с кровными семьями они поддерживали отношения, и сейчас они скромными родственниками, у них все хорошо, да, там одна дочка отучилась, она на красный, вот, как бы красный теплом в колледже, да, закончила, хорошо, она работает, сейчас прошивает папы, да, все прекрасно, поздравляем друг друга с праздниками, и мы отпустили, да, друг друга, то есть мы ее поддержали тогда, когда было нужно. Мальчишки вообще прикипели, да, то есть они наши, там вообще просто родственные, вот старшие тоже, да, Ирина наша. Вот, но я опять же говорю, вот всегда, когда родители говорят, вот мы ждем вот какой-то отдачи, да, вот. Я считаю, что вот они состоялись, да, вот, и пусть даже, может быть, нет такого, что они там бегут, звонят там, они живут, у них все хорошо. Вот это и есть, наверное, та самая отдача, да, вот, когда это и есть тот, ну, это и есть тот благополучие, для которого мы их, собственно говоря, в семью и брали. И, наверное, это и есть, когда родители говорят, я опытный родитель, наверное, надо посмотреть, сколько детей вот действительно у них выросло, как выросло, общаются ли они, что с ними происходит, да, вот это очень важно, потому что по-всякому можно детей воспитывать, по-разному, действительно. Я знаю, к сожалению, да, вот, и многие мне обращаются руководители организации в регионах, когда есть семьи, это много сложностей, они не хотят об этом говорить. И дети в 18 лет просто, они собирают вещи, уходят, да, или их вот просто вот так вот, до свидания. И вот, ну, хотелось бы, чтобы все-таки приемная семья на другую функцию в себе несла, да, чтобы мы все-таки поддерживали и помогали им состояться, и пусть отпускали даже в какой-то момент, да, не привязывали к себе. Кстати, очень тяжело, и сепарацию переживают родители тоже. Как же так? Вот я вот там выросла, например, один приемный ребенок, а если еще не были кровных, это вообще просто. Я говорю, я кровно с вами тоже говорю, ребят, в 18 лет вы совершенно летние. Я с 17 лет самостоятельный человек, да, практически, да, там я старалась уже и подрабатывать, и училась там, и так далее. То есть сидеть с родителями рядом, я считаю, нет, нужно как-то самим двигаться дальше. Поэтому, ну, выросли, вылетели из гнезда, состоялись, ура, это здорово. То, что мы, в принципе, и должны делать. Но вот это я говорю сейчас про подростков, которые пришли в подростковом возрасте с кровными семьями. Знаете, когда дети приходят с малышкового возраста, то другая ситуация, реально другая. Мы для них целый мир. У них нет кровных родственников. У нас дети отказники, да, то есть дети, там, инвалиды. У них есть где-то кровные родственники, которые ни разу о них не вспомнили, никогда их не навещали. Там до трёхлетнего возраста у нас дочка одна была в доме ребёнка. Ей ставили тяжёлый диагноз, да, её смотрели многие семьи, но мы её забрали. Это такая прекрасная девочка, да, ей там сейчас 8 лет, она учится в обычной школе. Да, она ребёнок инвалид, но она чудесная. Она просто чудесная, и я очень рада, что она есть у нас в семье. И мы для неё, мама и папа, единственные, понимаете? Здесь уже другая история. И здесь я уже не могу сказать, что вот здесь моя наставническая у нас какая-то позиция. Нет, она только родительская. И вот с опытом, понимаете, так происходит. И вот с одним ребёнком вообще даже говорят, когда про мотивацию. А вот какая у вас, какая мотивация для принятия ребёнка в семью? А я могу сказать, что с каждым ребёнком она разная. Вот точно так же, как и каждый ребёнок, он по-разному приходит, и мы немножко по-разному выстраиваем с ним отношения. Потому что мы понимаем, что вот он пришёл вот так, а другой вот с этим пришёл. А синдром дауна, мальчик, это вообще-то наше было дикое желание взять ребёнка с синдромом дауна. Да, ты рассказывала, как хотела, как искала. И вот когда он нашёлся, какие вообще твои ощущения? Ну, это же всё равно был твой первый опыт, да? Вот такой. Это был первый опыт, но у меня была очень хорошая. И сейчас есть моя коллега вообще, она супредседатель Союза. У меня Галия Бубнова, ну, знаете, наверное, она тоже мама с ней синдром дауна. Она их настолько реабилитирует, на лыжи ставит, просто преклоняешь. Действительно, семья, вот я считаю, эта профсемья, вот, наверное, очень действительно известная, настоящая, да? И вот они, я поехала к ним сначала, чтобы посмотреть, как этот ребёнок с синдромом дауна вообще в семье живёт. Это что вот такое? Я вообще всем родителям всегда говорю, если вы хотите взять особого ребёнка, пожалуйста, найдите семьи, где такие дети есть. Съездите туда, посмотрите, вот примерьте на себя эту роль. А вдруг вы не справитесь? А вдруг вам не понравится, как этот ребёнок себя ведёт с другими детьми, или там мама вам расскажет о каких-то особенностях, и вы поймёте для себя, что не моя история. Вот сделайте это до того, как ребёнка найти там, да, уже начать там какое-то движение вот по тому, чтобы её взять в семью. Сделайте это на берегу. И мне это помогло. Я поехала к ней, я смотрела, как мне очень понравились там девочки, у меня было две девочки с синдромом дауна. Какие они, да, как они там со мной общались, как с детьми. И я поняла, что это моя история. Я поняла, какого ребёнка нужно искать. Они же разные все. У них разная степень умственной отсталости, да, есть разные побочные там заболевания. С некоторыми можно справиться, с некоторыми нет, да. То есть надо смотреть. И она мне многому научила и рассказала. И как раз вот Ваня пришёл к нам вот в семью после этого, когда я поняла, что мы справимся, что у нас есть школа восьмого вида там недалеко, где он может учиться. Это тоже важно, потому что в сельскую школу, ну, я вас умоляю, где инклюзия, где сельская школа, да, как там мой Ванечка. Я понимаю, что я могла бы настоять на своём и отправить ребёнка, и нам бы было легче не возить его там чёрти куда, да. Да, конечно. Но сельская школа, это для него было бы сложно. Сейчас он учится в классе, где всего четыре ребёнка. Целыми днями с ним дефектологи, да, там логопеды, да, ему ставят речь, с ним занимаются по специальной действительно программе. Он там герой, да. Что бы было с ним в обычной школе в сельской, он бы там один был. Ну, простите меня, Ванечка дурачок бы его называли, правда. Я не хочу такого своему ребёнку. И мы вот пошли по тому пути, что мы возим его, да. Но он там у нас обучается. У него уже 30 слов. Он, к сожалению, поздно попал к нам в семью. Если бы он попал в ранний возраст, он бы у меня стихи читал. Ребёнок очень развит. У него лёгкая степень университетной отсталости. Он понимает всё абсолютно. Он всё, что ему говоришь, он выполняет. Но у него проблемы с речью. Мы его взяли практически в семи летнем возрасте, да, там 6-7. Поэтому очень тяжело, если бы пораньше, было бы лучше. Но всё-таки там ему, у него там столько специалистов по кругу, что вот он действительно пошёл, пошёл. Сейчас 13-ти видно. Он хулиган, он подросток. Он уже такой весь вот хитренький. Но у него такое чувство юмора бесподобное, да. И, конечно, он покупает своим, вот он обнимается. У нас сейчас вот ребята-строители, классные такие вообще. И они сами такие тоже, у кого там много детей, у кого там про своих детей рассказывают. И вот он обязательно всех обнимет, подойдёт, каждого, да, уже на небо по кругу погладят. То есть он каждый раз из школы приезжает, там всё вот это у него объятие. Очень добрый, да. Но и сдачу дать может. То есть вот это вот солнечные дети, когда готовят такие солнечные дети, это тоже типичное заблуждение. Мне об этом и сказала Галия. Она говорит, «Наташа, они разные. Они есть очень добрые, а есть такие, что и злопамятные, а есть вот такие». То есть они просто разные. Не надо их всех вот как-то говорить, что вот все они такие добрые и прекрасные, а потом у родителей проблемы начинаются с тем ребёнком, потому что оказывается у него характер, и он может и обидеться, и там у флоба затаить, да. Просто ребёнок. И мы как-то не выделяем его из всех, из общей массы, да. То есть, ну, говорим, он играет со всеми вместе, и на улицу со всеми вместе. То есть, ну, нет такого, что вот так у него синдром Дауну, значит, всё к нему какой-то там особый, нужен вот с нашей строительской стороны подход. Нет, абсолютно. Наташа, а ну, получается, вот из твоего рассказа, что когда дети приходят в семью, где уже есть дети, и, ну, желательно не один, да, два, что им всем легче, да, и тем, кто уже в семье, и тем, кто пришёл к семье, легче им принимать? Да, во-первых, у родителей уже есть опыт. И, кстати, тоже всегда родителям советую, после своего опыта можно сказать, нет, он сейчас, я могу сказать, что он позитивный, да, но тогда, когда мне говорили психологи, вы знаете, всё-таки ситуация, когда ваши кровные дети старше, чем приёмные, она благоприятнее, говорят, да что вы, что вы! Нет, конечно. Сейчас могу сказать да. Когда у вас есть уже опыт проживания этого возраста с собственным ребёнком, и вы берёте в семью ребёнка младше, значительно легче и вам, и ребёнку, и вашим кровным детям. И об этом тоже стоит помнить. Мы очень мало внимания уделяем кровным детям в приёмных семьях наших. Они же должны делить маму, они смиряются с тем, что мы хотим много детей, помогать детям. И тут у нас есть тоже, я рассказываю родителям, я уделяю время кровной дочери, мы, есть у нас с ней такая традиция, я её забираю, мы с ней к вам-нибудь уезжаем вдвоём. Это важно. Вот ей 17 лет, скоро это моя лучшая подруга. Это важно, выстроить такие отношения важно. И есть только я и она, всё. Папа у нас, у нас сын, да, ну всё-таки мальчик, бежит к папе, он спортсмен, они уезжают на сборы часто вместе, я их отпускаю, и для него это передышка, для папы, и для сына вот побыть с папой важно, да, с кровным. Папа, где папа только мой. И, пожалуйста, уделяйте внимание своим кровным детям, не забывайте, что это важно. Это вы же приняли решение, не они. Да, конечно, они согласны, и у меня дети обожают кровный приёмный, да, то есть у них очень тёплые отношения, там тискают они малышей, и всё, но всё-таки. И вот в этом тоже вот есть некое такое, для родителей нужно, родителям нужно об этом помнить, но когда у вас есть опыт, и когда эта система выстроена, легче всем, правда. И, конечно, тот печальный опыт, как мне казалось, сейчас уже нет, конечно, всё по-другому, но с высоты прожитых лет, да, можно сказать, что это было во благо, потому что это позволило мне, другим родителям, и на ШПР, я веду очень много там вебинаров, да, стать с ними, что вот я собираюсь вот-таки написать, да, по заметкам своим. А это не помогает. И вот девочка у нас, которую я как раз перед пандемией, мы взяли девочку с тремя возвратами, в шестилетнем возрасте. Это был наш вообще просто, наверное, я искала, что это, наверное, точка наша такая, да, жирная в приёмном родительстве, я не могла ей не помочь. Я работала в центре, в центре помощи семье замдиректора. Я увидела этого ребёнка с тремя возвратами в шестилетнем возрасте, я поняла, и когда психологи сказали, что только ресурсная многодетная семья, а я не знала среди своих знакомых. То есть, ну вот, я к ней ещё душой прикипела, конечно, за полгода, и я понимала, что это наша семья, мы вообще не собирались детей больше брать. Всё. И мы её забрали, и мы пережили, вот это, наверное, была самая жёсткая адаптация из всех, которые мы пережили. И была ещё пандемия, самоизоляция, мы все вместе, но это было хорошо. Мне не нужно было не подорваться, ездить. Я уволилась с работы перед удочерением. Я знала, что просто либо я её, ну там ещё нужно было просто, как бы я живу далеко достаточно от работы, а тут пандемия, когда закрывались детьми там на долгое время, нужно было проживать. В центре я не могла себе это позволить, иметь девятерых детей, да? Ну да. Мы приняли решение, я ушла с работы, и как раз вот я год отсидела практически, но работаю удалённо, только в организации своей, вот так вот с ней на руках, да? И это было хорошо для неё, потому что мы пережили тяжёлую адаптацию. Это было сложно для нас, но мы знали, что делать. И я, когда её забирала, я знала, как сложно будет. Вообще давала себе полностью отчёт. Я предупредила детей. Мы с мужем об этом говорили, да, что будет трудно, что у ребёнка очень печальный опыт, и она не будет нам верить вообще. Она будет ждать, когда мы её отдадим. И она долго, полгода, наверное, она всё думала, что мы её отвезём, потому что я плохая, меня все возвращают. И сейчас всё, у неё нет таких вопросов, мы никого не отдаём, да? Мы семья, мы друг друга любим, и поэтому приняли решение удочерить совсем, чтобы и фамилия, и имя, понятно, да? Вот она уже привыкла к имени, к фамилии, и всё, она у нас командир уже такая, девчонка, она всех уже выстраивает, она такая, ну парактор у неё, да, и артист знает мультики наизусть, песни в их холодное сердце, представления, я заказывала на Алиэкспресс этих костюмов Эльзы, и Эльзы, и там вторая девушка, я уже не помню, Анна. Анна, у нас Милена Анна, значит, Полина Эльзы, и вот они там эти мультики, там Олафом делают периодически, то Диму, то Юру, и в общем показывают нам эти представления в костюмах. Да, интересно, весело, и сами там что-то там придумывают, да. Но вот это было самое жёсткое, наверное, даже вот подростки не сравняться с тем, что мы пережили с ней. И, конечно, если бы это была другая семья, особенно новичков, её бы вернули. Потому что были такие приступы, истерики, что я думала когда-то, у меня хорошо психологи ещё вот так вот, и я не стесняюсь обращаться, я всегда звоню, я говорю, когда мне тяжело, когда плохо, когда мне нужно, чтобы меня выслушали, или мне нужен совет, что делать в этой ситуации. Я всегда, я сама кому хочешь советы могу дать, но, как говорится, чужую беду руками разведу, да. Поэтому мне помогает. И это здорово. И тогда вот мне помогали, помогли вот прожить вот эту всю адаптацию. Но мне кажется, что семья без опыта просто не справилась бы, потому что иногда было страшно, что мы не справимся. Но, слава богу, всё позади. Мы ходим в садик, в подготовительную уже, мы скоро идём в школу, вот в первый класс, да. В этом году, да, пойдёте? Да, да. И, вы знаете, ребёнок, видно даже по ребёнку внешний взгляд и волосы, да, вот волосы. Мы же её, мне когда привезли в центр, у неё была стрижка под мальчика, ещё косенькая такая, вот её сами стригли. Значит, у нас вот за это время, и она у меня в центре прожила полгода. За это время волосы, у меня есть там видео, когда в тот день, когда мы её забирали, замдиректор уже другая сняла для меня это видео, она меня ждала долго. Оформляли документы, мы там решения суда не могли получить. То есть она знала, что я её заберу, наверное, месяца два она меня ждала уже, когда я уволилась. То есть если я раньше к ней ходила каждый день, мы с ней по этой видеосвязи общались, и вот мы сняли видео, когда за тобой едет мама. Это вообще просто такое видео. И вот у неё там волосы по плечам. Сейчас у неё год, это прошёл, 14 апреля будет ровно год, как она в семье. Ой, это прям праздник уже скоро. Да, да. Это вот косы просто вот у неё, да, и вот видно, как ребёнок, меняется цвет волос, блеск, вот эти глаза, вот самок, она совершенно другая стала. То есть она дома, и это видно по ней, вот совершенно другой ребёнок. Вот как она поняла всё-таки, да, что мы семья. И тоже иногда у неё характер, и нельзя ничего сказать такого, да, там замечания. Она сразу резко реагирует. Она говорит, ну ты как я в детстве. Я тоже обижала. Полина, ну ты вот как я. Ей так нравится, когда я так говорю. Вот. И всё-таки к ней вот иной подход, да, тоже. Я иногда, я понимаю вот, что ей очень тяжело, и что я прям подойду, я помню, она что-то вот начинается у него там, и я подойду, и вот слушай, она засыпает уже опять там что-то, тубур-бур-бур. И я подхожу просто, начинаю гладить, ну что такое, ну что, ну скажу, что ты хочешь? Мама, а почему там мне не дали? Я говорю, ты хочешь, чтоб тебе дали? Хорошо, давай завтра, давай сейчас спать. Всё, ребёнок успокаивает моментально. Ну там кому-то за что-то, что-то там вручили, ну может там подарок. Ну да, что-то не так. А ей вот дали, дали другое, ей тоже это хочется. Я говорю, Полина, да мы решим, да это ерунда. И вот с одной стороны говорят, не надо баловать, да вот зачем вы? Да какое тут баловство? Она вот им встала, во-первых, она забыла, второе, она легла спать абсолютно счастливой, мама её ещё погладила, мамочка, я тебя люблю, я доченька, я тебя тоже. И прекращаются всякие слёзы. Дайте это ребёнку, да пусть. А если напомнит, ну дайте вы ему то, что он там просит. Хорошо, давай купим, не проблема, правда. Но если она не просит, там конечно сотовый телефон, за 10 рублей, а там какую-то мелочь, как правило, это мелочь. Там что-то, там жвачку, я не знаю, чупа-чуп, но чупа-чупа-то у них всегда есть, какую-то там. А вот была история с денюжкой, да, когда я сказала, кто найдёт пульт от телевизора, тот получит денежку, что-то потеряли пульт, и кто-то нашёл, а не она, да, она обиделась. Я говорю, что ты хочешь денежку? Она, мам, я очень хочу денежку. Я говорю, да не проблема. Ну что, 10 рублей, 10-юльник ребёнку отдать там, да? Да конечно, ты такая мастерия всегда помогаешь, она знает, что её любят, мы её пожалели, погладили. Ведь это время пройдёт, и наступит время, когда она сама будет там говорить, мам, дай бы я одна побуду, да? Мам, у меня подружки, у меня друзья, у меня парень, там, что там, да? И всё. И вот это время, когда вы её вот так вот сидите, жалеете, говорите, ну, моя любименькая девочка, оно как мгновение ока. Вот у меня 17 лет старший скоро будет. Казалось бы, вот бы она. И всё. Да, и у неё уже свои друзья и подружки, день рождения свой она будет отмечать с подружками, и мы это понимаем. Ну, один вечер с нами, да, потом это нормально, потому что дети растут. И в принципе наша задача — их вырастить и выпустить. Вот. Поэтому и с малышами тоже я. Вот мне хочется прям вот потискать изо всех сил. У нас Юрка маленький, тоже ребёнок возвратный, кстати. Вообще золотой просто. Я, наверное, по возвратным детям потом вебинар провести, да. У меня тоже. Мы уже любим просто, как они-то рассказывают. А Юра-то вообще, это просто чудо природы. Я вот сейчас вот мы ремонт доделаем, я рецепты буду ким-то видеть. У меня дети говорят, слушайте, его на ТикТок укладывают. Это такой позитив просто. Он когда улыбается, у него ещё такая мордаха, да. У него такие вот глазищи, губёжки, он весь вот такой. И он так счастлив. Вчера ему подарили, значит, тоже, ну, какие-то игрушки бесконечные сейчас откапывают там. И нашла двух, значит, этих миньонов, одного польки. Я говорю, дети, давайте наших садиков, сама они маленькие подали. Значит, одного польки, другого юбки, они с садика. Пришли, всё счастье. Вот с этим миньоном он, манан, манан, банан. Он ходил, это надо было снимать, просто мне сейчас не до этого. Это такой, жёжки позитива, он такой весёлый, он такой жизнерадостный, он всё время улыбается, он всё время обнимается, да. Это мальчик, который полгода по ночам кричал так, что мы думали, он никогда не прекратит кричать. И вот я когда начала выяснять его историю, ну, пять месяцев забрали откровные мамы, там, асоциальная мама, лишили её прав, он был в доме ребёнка в регионе, а потом его семья из Московской области забрала к себе. Ему уже было два годика. А у него диагноз есть, это гидроцефалия, но она компенсированная, потому что у меня ребёнок-инвалид, но, значит, всё равно там, ну, есть там некоторый вид, там внешний был, там голова, может, чуть больше там, и он не разговаривал два года, что совсем нормально для наших детей, да, они в пять иногда заговаривают, и слава богу. Но та семья, там было трое своих детей, они его привезли, хотели стать приёмными родителями, очень хорошая семья, правда, ну, правда, хорошие ребята, но они переоценили свои возможности. И они поняли через две недели или через месяц, что они не могут быть приёмными родителями, но нет у них чувства к этому ребёнку. И моя первая, когда я увидела этот пост, что мама ищет ему семью, во-первых, он дико похож на моего Димку, да, внешний был, сейчас они, конечно, разные, вот, и я первым делом начала с ней общаться, говорю, давайте я вам помогу ребёнка в семье оставить, ну, мы, в принципе, для этого работаем, да, что, может быть, просто не справляйтесь, это адаптация, но я вам помогу. И у меня у самой были чувства разные к моей первой приёмной дочери, я помогаю родителям это пережить, а их родителей нет. Просто есть такой период в жизни, да, и ничего страшного, надо просто в этом всех признаться, уже позволить себе быть таким родителем, но всё-таки помочь ребёнку при этом, и всё это пройдёт со временем. Но я поняла, что нет, там проблема другая, и, в общем, мы приняли решение Юру забрать полненосно просто, потому что, ну, не знаю, как-то настолько нам понравилось, и там была история, что его просто могли вернуть в регион. А из того региона теперь там таких Юрочек очень достаточно большое количество с ОВЗ деток, да, ну, есть инвалидность, но есть там диагноз, вот, и не так их охотно берут, а он у нас получился настолько чудесный. Мы тоже, когда его брали, мы знали, что за ребёнок, да, и что у него вот такая травма, и действительно, он по ночам кричал, и мне вот эта приёмная мама его, она сказала, он так кричит, что мы не спим, он реально кричал, а он спал с нами в детской кроватке, и вот где-то полгода, и ему, я помню, у меня она ещё сказала, у меня научилась, говорит, мы ему говорим, Юра спать, вот так вот, и вот Юра спать, Юра спать, у него со временем всё сошло на нём. Он, кстати, не спал с нами, он и не хотел, он всё время в кроватку, наоборот, как-то залазил. Твоя история. Да, но вот Юра спать, и он сейчас, он настолько, и он настолько милый, вот обязательно вот видос выкладывает, в садике ко мне воспитательница подходит и говорит, вы знаете, мы хотим узнать ребёнка такого, как Юра. Я говорю, а вот такого, как Юра, больше нет. Он же наш, он вот просто милаха, может, потому что он самый младший у нас сейчас, он такой ещё маленький, телепузик такой. Сейчас сколько ему? Сколько ему? Ему только 5 лет, то есть он 4 ему, а он ещё не скорослик, но в силу своих особенностей, у него короткие ножки, да, он такой вот маленький, и он в группе там третий с конца. И вот он такой, вот всё время ходит, и Юра, и он знает, и я говорю, Юра, ты у меня какой-нибудь сладкий, и вот, поэтому это настолько мило, это вот, и это реальный всуз. Вот я вижу в этом ресурс и источник позитива, и когда я безумно устаю, потому что есть от чего, вот это просто такая душина тоже, вот он такой ещё на руки залезет, вот такой вот он весь. Поэтому дети, когда говорят, о, они столько энергии забирают, ну, они дают, правда. Это правда. Они дают, что... Безусловно. Наташа, а вот для тебя есть какое-то понимание, вот ты ещё можешь сколько детей взять, или можешь ли ты ещё взять, вот ты вообще себе какие-то ставишь там? Всё, больше нет. А мне, да, дети сплются, говорят, мам, да как бы там, когда Юра так говорила, да Полина, так говорила. Но Юра, это случай, это реально случай. Я вообще стараюсь, вот хотя бы я немного бываю, да, вот тот же Фейсбук, Инстаграм, то вот я сама как бы не очень им пользуюсь даже, мне просто некогда, вот реально. Я очень хорошо понимаю, потому что когда ты говоришь 15 детей, есть общественная работа, есть работа, есть учёба, есть ремонт, ну это всё, ну есть 24 часа в сутках, их там надо. Но сейчас их 9, сейчас их не 5, и я могу сказать, что они все где-то, то есть они не дома, да, то есть они, да, то есть поэтому сейчас время-то есть, но просто соцсети, это они забирают очень много времени. Если писать про каждое событие в семье, это просто, и у меня ещё учёба, да, я ещё мудроторит, здесь сейчас просто нет на это времени, я потом после учёбы, конечно, буду больше, да, и мне даже Яна Леонова говорит, пиши, пиши, это важно, я понимаю, что это важно, просто нет времени, да, вот, но, так, а что-то мы, мы про что говорили, а, про? Сейчас я вот напомню, да, как раз о том, что, почему мы ведём этот эфир, эфир настолько интересный, у нас всех захватил, ну ты, конечно, как любящая мама, вот всех детей, ты о них рассказываешь, и хочется слушать и слушать, про дети, правда чудесные, но это вот тоже очень важно, как о них рассказывать, да, можно рассказать, как в федеральной базе данных, очень коротко, показать какую-то фотографию, а можно, а можно рассказать, как мама. Это я ещё не про всех вам рассказала. Я думаю, мы ещё тогда, как мы тебя упросим, найдёшь какой-то чат для нас, и мы с удовольствием, потому что, даже вот смотри, три часа, это время, ну, мне все сказали, эфир может так вот вообще-то это не сложиться, три часа, это не время для эфиров, но я рискнула, и на самом деле я вижу, что мы с тобой совершенно ни в чём не проигрываем, пользователи есть, им интересно, и будут эфир слушать, видишь, сердечки шлют, и мы оставляем эфир в записи, его можно послушать, потому что дело в том, что это очень важные вещи, которые надо услышать от такого человека, которым, ну, не то, что ты хочешь стать, но ты тянешься, да, к этому человеку, среди пользователей есть те, кто только собирается стать приёмным родителем, кандидаты, есть те, кто только взял детей, те, кто адаптацию проходит, им важно слышать уже опытно, уже тех, кто может сказать, вот, вот, мои дети, и рассказывать, как ты, да, что вот я вот таким врала, а сейчас я вот его обнимаю, говорю, сладкий, ну, это вот всё, сердца сейчас должны посыпаться, вот, поэтому я напомню, что вообще Наталья будет 13 апреля вести бесплатный курс на платформе ProFamily, это проект тоже фонда «Измени одну жизнь», в посте, в анонсе, мы это всё ещё раз пропишем, и к тому эфиру, к записи эфира тоже я пропишу, это чтобы была ссылочка, Наталья будет вести курс о тайм-менеджменте, о том, как организовать своё время, время своей семьи для того, чтобы не выгорать, для того, чтобы не было мыслей о том, что всё, я бесил, уводите всех, оставьте меня одну, и в том, чтобы не винить себя, опять же, да, что я плохая мать, я ничего не успеваю, я не даю своим детям ни обучения, ни развития, ни там, какого-то взросления, ни ума, ничего, вот, чтобы этого не случалось очень правильно, как и Наталья уже проговаривала, это обращаться за помощью, обращаться за поддержкой, к психологам, к опытным родителям, а вообще, структурировано, она будет рассказывать об этом на курсе, на котором можно будет записаться, вот, и мы специально сегодня про этот курс не рассказывали, тему тайм-менеджмента не захватывали, так, чуть-чуть, только совсем шарфами, чтобы не раскрывать тайны этого прекрасного курса, который будет 13 апреля, вот, время подходит к концу, Наташа, я еще хотела попросить тебя выбрать самый лучший вопрос, но здесь мы все были в таких эмоциях, так что вопросов на самом деле, вопросы были, я их не читала вслух, здесь больше было комментариев про тебя, как бы вот, люди больше реагировали на то, что ты рассказываешь, здесь были вопросы про то, как взять детей, я думаю, что тут немножко не к этому эфиру вопросы, может быть, мы их оставим и будем возвращаться и с тобой, и с другими спикерами тоже к тому, как вести поиски детей, как находить, вот, и был вопрос, вот, один такой, я его все-таки, хоть немножко еще времени есть, постараюсь на него ответить тоже, хотя ты эту тему тоже задевала, о том, что некоторые подростки не хотят семьи, вот спрашивает Рузан, Рузанна Алина, да, и как их убедить и растормошить, чтобы они не боялись пробовать идти все-таки. Да, ну вот у меня был такой опыт, тоже я общалась же с подростками, спрашивала, почему ты не хочешь, он был прекрасный мальчик, тоже, он такой хулиган-хулиган, но мы в проектах его очень полюбили, мы еще эти соцпроекты делали такие социальные для них, что вывозили, да, вот организации «Благовест», волонтеры, нас 10 человек, мы их вывозили вообще на турбазу куда-то, то, значит, придумали проект такой, там, организации, и, значит, у них были такие гильдии рабочие, они были рабочие, мы руководители гильдии, то есть это была такая маленькая жизнь, они там работали, зарабатывали деньги, пятижеградские, потом могли их потратить, вообще шикарный проект, да, то есть спонсор, да, там вещи, там ходят до сотовых телефонов, и дети там открывались настолько, вот на это самые лучшие моменты, когда ты с ребенком проживаешь что-то, да, когда ты видишь его, он не видит в тебе кандидата, да, но ты с ним вместе, и вот это вот возникает сразу, вот ты видишь, вот я вижу 40 подростков, ну вот из них двое мои, да, остальные нет, ну я чувствую, нет, да, там 10 из них двое, допустим, вот, и я поговорила, там парень один был, я все время говорила, ну давай, а он самый хулиган был детский, он говорит, слушай, ну приезжай к нам, я тебя борщом накормлю, приезжай, он ни разу не приехал, он у него папа сидел в тюрьме, я все время говорила, я вырос, тут тоже сяду, такая тюремная романтика, он сел, и не один раз потом, но я спросила, почему ты не хочешь в семье, давайте найду, правда найду, а мы находили вообще, и дети знали, что мы можем найти, он говорит, я ни за что, но здесь была история с папой, который сидел, и не отпускал его, это первый момент, кровные родственники, которые могут удерживать вот эту связь, и, кстати, ребенок, когда приходит в семью, у него есть вот это, а, я теперь предатель, да, почему часто у подростков вот это вот, это тоже надо с родителями проговаривать, обязательно, чтобы они знали о таком моменте, да, и помогали ребенку это прожить как-то, проговаривать это нужно, вот, дальше, и следующий момент, значит, вот кровные родственники, да, и я не предаю свою семью, потому что я как они, и принадлежность к роду есть у меня, да, а это чужие люди, пусть они прекрасны, они мне так нравятся, но есть еще один момент, я буду не соответствовать им, я другой, и они меня отдадут, а я не хочу предательства, я уже его пережил когда-то, мне будет сложно, мне будет тяжело, я не хочу, мне было больно, они боятся, вот если вы сумеете убедить ребенка в том, что ему будет безопасно у вас, в том, что действительно вы наставник, вы помощник, вы хотите ему помочь, съездите куда-то, найдите возможность взять его куда-то с собой, да, или нескольких детей, пусть этого ребенка среди других детей, не обязательно вот его выделять и говорить, все, ты мой, а вы не мои, нет, мы, кстати, с Темой первый раз поехали, он даже не знал, что мы его будем брать, мне про него сказали, что он хочет семью, мы взяли с волонтерами, ребят, человек, наверное, пять или шесть, и повезли их в парах, я взяла еще своего Макса кровного, меня еще купил, маленький тогда был совсем, он год четыре был, меня купило, что Тема посадил Макса на плечи, ну, хипец он догадывался, конечно, и все время с ним там ходил, да, то есть вот я видела, как они взаимодействуют, вот возьмите их вот так вот, увлеките их чем-то, чтобы они поняли, что вы, вот мы были вожатые, они так хотели к нам в семью, они настолько были замотивированы, да, и то они мне потом в петербурге адаптацию показывали, да, все прелести, но все-таки они пошли, хоть и боялись, может быть, и вот Сережка, про который говорили, он ни в одну семью не пойдет, мне директриса говорила, был ее любимчик, он увидел, что его друзьям в нашей семье безопасно, хорошо, и он пошел, то есть здесь уже ваша задача, ребенка не уговаривать, а показать ему, что вот дадите ему то-то, то-то и то-то, и ему будет с вами хорошо, и попробуйте вот как-то совместно куда-то вот его с собой взять, увлечь, и не только его, и тогда, я думаю, все получится. Спасибо тебе большое, да, это ты очень, такие важные вещи, сейчас говоришь, они важны и для тех подростков, которые уже в семье, да, вот о том, что как важно вот это единение, какие-то совместные поездки, совместные дела, когда люди друг друга растают потихоньку. Да, конечно. Вот, поэтому тебе спасибо, ты такой вообще позитив, мне кажется, сегодня такой заряд дала, вот такие улыбки, такие чувства, от тебя просто вот чем-то таким светлым, добрым и очень теплым идет просто от экрана, даже не знаю, что это за это. Спасибо. Вот, поэтому вот ты говоришь, я там не зарекаюсь на счет детей, но... Нет, мы... Нет, нет, это если будет опять его величество случай, как бы с двумя последствиями. А так мы... Вот ты очень подвижная в том плане, что ты не ставишь такие границы, четкие рамки, и это тоже важно, да, для мамы, то есть нет вот этих вот каких-то каменных стен, которые я не... ну вот поставила, и все, и дальше я не иду. Вот, и настолько важно сейчас слышать тебя, и учиться у тебя, потому что то, что ты говорила, вот этот час, большое тебе спасибо, очень ценные советы, я думаю, они многим пригодятся из нас, и для кровных детей, и для приемных детей, и для самих нас, себя, для принятия того, какие мы, да, и что мы можем, в общем, дать себе, детям, и вообще всем окружающим, всем любимым нашим людям. Вот, Наташ, тебе хорошего дня, хорошо, ты получишь ремонт быстро, чтобы все было хорошо, вот, и спасибо тебе еще раз за то настроение, которое ты сегодня нам подарила. Большое спасибо. Спасибо всем, кто пришел, всех обнимаю, всем здоровья, увидеть это, и нам почитать. Смотри, я так все говорила, и забыла совсем сказать, что надо выбрать вопрос, но так как такой вопрос, вот, у нас яркий, прям, и по теме один, ты, наверное, не будешь против, если мы выберем, вот, этот вопрос про подростков, которые не хотели идти, давай мы его выберем, и автор этого вопроса, Рузанна Ильина, мы подарим книжку. Классно, да, хорошо. Спасибо, Наташа, все, пока. Спасибо всем, до свидания. Пока. Пока.